друзья приветствую вас сегодня мы с вами делаем очередной нарративный расклад он отличается от 2 расклада тем что мы не привязываемся к интерпретации карт а сочиняем историю вместе с вами с опорой на те карты которые выпадают прошу прощения за мой легкий прононс началась осень которая ознаменовалась небольшими насморком ну это друзья временно и поправим итак давайте с вами сегодня попробуем ответить на вопрос что на самом деле чувствует и думает тот человек который для вас сейчас особенно ваши авторская колода кинокадр с вами поможет в данный момент мы с вами можем предположить что у загаданного человека к вам есть очень сильное притяжение я бы даже сказала что он наверное с ним тяжело может справиться да как-то пытается отвлекаться может быть этот человек который обладает таким качеством как трудоголизм до пытается сублимировать свою энергию которую не может расходовать по назначению в какие-то дела в какую-то сверх занятость может быть ну давайте посмотрим дальше что еще интересно попробуем сейчас с вами нафантазировать какой именно человек пришел сегодня на расклад это портретная колода которая нам поможет с вами описать психотип этого человека итак на расклад сегодня у нас пришел человек достаточно волевой может быть человек который склонен к некоторой экстремальности это человек который привык добиваться своей цели да может быть даже можно тут сказать любыми способами любыми средствами это человек который сложно останавливается на полпути то есть если он решил то он пойдет до того момента пока его задача не будет осуществлена ну по крайней мере карты нам описывают такого человека что же карты скажут про вас в каких настроениях мыслях и чувством вы сейчас находитесь какой психотип больше всего сейчас описывает ваше состояние ну при том что вас можно назвать какие-то моменты человеком романтичным да но я бы сказала что вот это вот ядро такое личностное ваше она тоже лучше всего описывается таким словом как несгибаемость внешне вы можете казаться мягким податливым человеком но это не значит что вы из фокуса своего внимания выпускаете те приоритеты которые для вас действительно являются значимыми вы человек для которого вот ваши культурные ценности это ваш ход жизни это не пустой звук вы можете быть достаточно коммуникабельным таким податливым человеком но только не в тот момент когда для вас какие-то принципиально важные вещи происходят в этот момент вы в общем можно сказать наружу выпускаете свою такую скорпионию сущность давайте посмотрим что на данный момент о вас думает загаданный человек что же он думает на самом деле ну на самом деле он может думать что все что сейчас между вами происходит такое некая кабаре игра может быть легкое приключение может быть здесь вы как раз пытаетесь соразмерить свои способности в обольщении да кто кого переиграет кто здесь в вашей истории настоящий казанова да кто матахари и так далее то есть здесь между вами может быть даже какое то есть соревнование иногда складывается ощущение что вы ходите по краю до что вы близки там допустим к нарушению каких-то запретов может где-то запреты какие-то социальные может быть вы лично для себя переходите какие-то границы которые ранее не осмеливались переходить с другими людьми в других отношениях так что чувствует что чувствует ваш партнер по отношению к вам именно сейчас в данную минуту смотрите здесь выпадает такая карта да в общем достаточно мощная символичная это такая близость вот на уровне соединение пуповиной да здесь герои из фильма аватар есть у вас ощущение что как будто бы вы нашли свою родственную душу что это какой-то человек который либо уже играет либо еще сыграет вашей жизни какую-то очень важную роль вот поэтому данная история за ней я так полагаю интересно наблюдать даже со стороны вероятно те кто являются какими-то интересантами вашей жизни да ваши близкие знакомые может быть просто какие-то случайные на свидетели вашей истории они наверняка наблюдают за развитием событий ваших отношениях вот затаив дыхание что он занимается как карты видят будущее ваших отношений на что они больше всего похожи что стоит ждать перспективе от вашего общения здесь может быть история про столкновение с какими-то своими личными зависимостями которые вам предстоит либо преодолеть либо научиться с ними жить как-то их принять к ним адаптироваться то есть понять что у вас в данной ситуации все равно как у любого человека да есть нет некие психологические ограничения вот вы должны нащупать и понять где вот именно конкретно эти ограничения находятся в чем они для вас где те барьеры допустим которые вы уже точно не можете не преодолеть не перешагнуть какие вещи для вас являются принципиально важными на чем вы готовы как бы договориться остановиться в отношениях с этим человеком давайте с вами посмотрим еще на колоде карт таро николета чиколи да прекрасная художница из сан-марины из италии мы не будем привязываться с вами к значениям таро да мы больше будем использовать эти карты как метафорические потому что художница в общем создала прекрасную такую образную галерею карт и так давайте с вами посмотрим кто вы для вашего партнера здесь у нас десятка кубков да и опять же если мы не будем с вами привязываться к таро значению до кубковая масть у нас про эмоции чувства десятка кубков это избыток этих эмоций чувства иногда от них хочется просто куда-то спрятаться убежать это опять же история про то что очень сложно совладать с этими эмоциями но вероятно ваш партнер в какие-то моменты попадает в это состояние когда вот как наваждение какое-то он испытывает не знает дальше что с этим делать а что для вас вот по этой колоде до ваш партнер посмотрите сама выпала карта насколько я понимаю да это у нас карта повешенной 12 у него ситуация зависла да не туда не сюда вы не знаете что с ней делать такой чемодан без ручки нести тяжело бросить жалко вот поэтому вы в общем то сейчас находитесь в таком неком замешательстве давайте с вами вытащим еще одну карту напутствия такую карту совета как дальше поступить что делать итак ну посмотрите эта карта про то что вы с одной стороны конечно можете сейчас от этой ситуации несколько абстрагироваться но если впрямую попытаться до трактовать то что здесь нарисовано здесь кадр из сериала друзья вы можете немножко переключить свое внимание на какие-то другие сферы своей жизни вы вероятно испытаете некое облегчение если вы перестанете вот так вот щемиться что ли в эту щелочку да потому что входить в отношения в которые сложно попасть да здесь у нас а цепочка здесь слишком много всяких ограничений то есть вы буквально преодолеваете какие-то постоянно физические препятствия для того чтобы оказаться внутри этих отношений признак здоровых гармоничных отношений это когда вы заходите туда победоносно радостно через открытую распахнутую дверь да а вас еще и на пороге кто-то встречает и говорит я очень рад заходи пожалуйста я счастлив что ты пришел в мою жизнь а когда вам приходится туда вот так скрестись то скорее всего это говорит о том что либо сейчас не время либо может быть вы действуете не по адресу да иногда бывает больно себе в этом признаться но может быть есть смысл над этим задуматься ну и друзья традиционно в конце я вам вытащу три карты ресурса что еще вы можете сделать для себя сейчас чтобы себя как-то поддержать и от чего у вас действительно какое-то ощутимое может наступить облегчение и так ну вы понимаете как ни крути да клин клином вышибают поскольку вы человек который очень заинтересован именно в чувственной сферы сфере своей жизни да вот в отношениях в том чтобы у вас там все очень складывалось гармонично вероятно вам не стоит внутренне как-то до запрещать себе чувствовать отказываться от этих чувств если вас постоянно тянет на какие-то воспоминания то есть такая у вас мыслительная жвачка руминация в голове постоянно вы прокручиваете а что как а как было не нужно себе запрещать не нужно себя подавлять в этом желании если вы хотите переживать эти эмоции переживать их но если ваша жизнь вдруг появится возможность перепроиграть всю эту историю перепрожить ее с кем-то кто будет также заинтересован в ваших отношениях то вы обязательно устройте себе этот экспириенс не отказывайтесь замечайте те знаки внимания которые вам оказывают другие люди не зацикливайтесь на своих каких-то болезненных переживаниях еще одна карта эта карта путешествия созерцания умение замечать вокруг себя красивое это может быть и в природе это может быть что-то рукотворное до какие-то галереи выставки музеи то есть не обедняйте свою жизнь не запирайтесь в башни слоновой кости не погружайтесь в какое-то тягостное ожидание откройте окна наружу да посмотрите что там происходит вокруг а скорее всего вы обнаружите там много прекрасного то что будет вас душевно поддерживать и согревать ну еще одну карту эта карта у нас уже была в одном из раскладов эта карта личной самореализации наверняка кроме каких-то вот этих стремлений выстроить счастливую семейную какую-то любовную жизнь у вас есть то дело в котором вы являетесь профессионалом которая делает вас какой-то более полноценной личностью позволяет вам в этой жизни земной реализоваться вот сейчас благоприятное время для того чтобы там тоже себя максимально ярко проявлять ну что ж друзья мы на этом закончим наш сегодняшний нарративный расклад я желаю вам чтобы все что вам откликнулась и все что вам понравилось обязательно реализовалась вашей жизни ну я прощаюсь с вами до нового расклада